Поэтому я, по-моему, когда на первой встрече, я об этом вообще только об этом и говорил, что это я вас не учу, а я делюсь своим вот убогим опытом. Вот. Поэтому все, что я говорил, это вообще неправда. Это вообще очень однобокий взгляд. Почему? Потому что, я вам говорю, экспертов бесконечное количество, они все разные. Еще разные, не просто разные, а разные умные, глупые, хитрые, нехитрые, опытные, неопытные, формальные, неформальные. И исполнители тоже все разные. Вот это бесконечное сочетание исполнителей и экспертов. Так, то, что я вам рассказываю, смотрите, я здесь необычный, да, необычный тем, что я не кандидат на УЛ, я тем, что я вообще ничего, кроме гидрологии, не знаю. Я необычный тем, что веду вебинары, которые никто другой не ведет, да. Ведь у нас нет вот, например, тысячи специалистов, или там не специалистов, тысячи не специалистов, которые ведут вебинары, да. И вы бы выбирали, кому идти вот к этому, послушать к этому или к этому и к этому. Вы приходите ко мне, мало того, остались те, кто хочет меня слушать, да. Поэтому вот наша стыковка, она вообще такая-то очень странная, очень, да, вы единственный. Вот. Но это не означает, что я лучший, или что я правильный. Вот. Поэтому это еще одна распреамбула к тому, что я дальше скажу. Потому что то, что я дальше скажу, там, опытные гидрологи, там, матерые гидрологи, они не воспринимают. Поэтому я говорю тем, кто воспринимает. Итак, вот это самое главное. Первое. Правильных гидрологических значений не бывает. Обоснование. Все формулы неправильные. Все формулы эмпирические, основанные на каком-то формальном обращении какого-то большого массива данных, которые были все в разброс, они провели какую-то кривую, сказали, вот, не будем считать. Каждый ваш расчет по этой формуле неправильный, потому что вы всегда попадаете в разброс. Второе. Все коэффициенты в этих формулах неправильные. Это тоже некая фикция, некоторое обобщение. Все параметры, которые вы сосчитали, длина водотока, лисистость, неправильные. Это все некая полная фикция. Вы берете неправильную формулу, берете какие-то неправильные коэффициенты старого, там, СП, Паратуса или пособия. Новые обсчитываете, там, на каком-то ограниченном, там, 3 берете или 30, в общем. В общем, вы что-то выводите, да. Вот, вы берете неправильную формулу, берете неправильные районные коэффициенты, берете неправильные вами рассчитанные створные коэффициенты. Все это составляете, все это считаете, получаете значение, и вдруг начинаете его считать правильным. Вот. Правильных значений нет. Есть что есть. Есть диапазон. Людмила, чувство неправильности всегда присутствует в каждой работе. Павел пишет, даотский подход, но я согласен. То есть, вся наша гидрология условность. Конечно, абсолютно условность. Вот. Поэтому, получив сначала кучу неправильных значений, неопытный гидролог им сразу верит и выписывает в отчет. Опытный гидролог косо смотрит на них глазом и думает, вообще, похоже ли это на правду. И тут очень интересная вещь такая. Смотрите, если у нас расходы воды, то надо понимать, когда нужны расходы воды. Расходы воды нужны очень редко. Расходы нужны для назначения водопропускных отверстий, для водно-балансовых расчетов гидротехнических, ну, как раз вот, водохранилищ, и подок для проектов водозабора. Тогда нужны расходы. И расходы нужны разные. Для водопропускных сооружений нужны максимальные расходы, и тогда опытный гидролог автоматически их увеличивает. Вот у него получилось там 2 куба. Он сам это может не осознавать, он пишет 3 куба. Потому что он автоматически выбирал коэффициенты, которые это, завышает, да. Но это не означает, что мы расходы всегда должны завышать. Потому что если это расходы для водозабора, вот, то там мы считаем внутри годовое распределение притока водохранилища, внутри годовое, значит, баланс этого искусственного водоема. Вот, и там, ну, понятно, и там мы считаем разные обеспеченности, и там, возможно, скорее как раз надо занижать. Почему? А чтобы не проколоться. Вот, как я делал изыскания, например, по водозабору на реке Неве в Истоке, где-то примерно 8 лет назад. А 2-3 года назад, может быть, вы знаете, у нас было такое, или год-два назад, было такое катастрофическое маловодие везде. Ильмень, Сайма, Онега, Волхов, Свиль, Ладога вся была низкая. И, соответственно, маленький расход воды шел с... И обратите внимание, кстати, это мы про расходы, да. А теперь, очень часто нам расходы не интересны. Очень часто нам расходы нужны для расчета уровней. Потому что у нас есть масса разных, около 8 я насчитывал, когда рассказывал, например, вебинар по гидравлике. Я рассказывал про гидравлики, а по сути это мы расчеты уровня воды. И у нас самым типичным способом расчета уровня воды при отсутствии данных является просто гидравлическая кривая, связь расходов уровня воды по форме Лишези. Вот. То есть расходы часто являются не ответом, который нужен корректировщику. Вот даже тот же самый водозабор, про который я не рассказал в Истоке Невы. Там расходы были не нужны. Там расход воды всегда в Неве большой. Там всегда его хватит. Там интереснее уровни воды. И получилось так, что я сосчитал наименьшие уровни воды, вообще катастрофические там, ну, не то что редкие, да. 99% минимальный уровень воды сосчитал. Там обычно у нас 5 метров ОПС, отметка такая, ординар. Ладожского озера минимальный где-то 3,5 в Истоке. Вот я 3,5 эти сосчитал, и можно не считать, можно списать было на это отдельное дело. Вот, и выдал это в виде отчета. Потом не проектировщику, а мне как изыскателю, потому что у меня был напрямую договор с собственником этого водозабора. Забор был спроектирован, был построен, использовался несколько лет, а потом он стал не хватать воды. Вот, и она мне спрашивает, это что, теперь у нас всегда так будет? Я говорю, нет, не всегда. Это все нормально, как раз это и есть вот то самое редкое маловодие. Я к чему? Что мы с вами можем неправильно сочетать расходы воды. Очень часто это ни на чем не окажет влияния, потому что мы их при необходимости завысить всегда завысим и обезопасимся. И уйдя от одного неправильного значения к другому неправильному. И что у нас есть? У нас есть диапазон неправильного. Поэтому в этом диапазоне неправильных мы с вами решаем, мы будем брать максимальное значение в диапазоне неправильного или минимальное значение. То объективное, сосчитанное вами, это некая статистическая вообще случайная величина. Вот. Переходим к уровням, коллеги. Уровни, сосчитанные любым способом, это часто просто шаманское такое действие для опытного гидролога. Расчеты уровня воды, это просто демонстрация какого-то расчета. На самом деле, это подход с точки зрения безопасности. А как же экономика? Есть везде запас уровней, расходы закладов. Очень дорогие сооружения будут получаться. Блестяк. Если есть силы, тогда сейчас поговорим на эту тему. У меня есть целая лекция на эту тему безопасности. Сейчас расскажу про уровни. Про уровни. Нормальный гидролог на отдельной теме. Ответственные объекты, неответственные объекты. На неответственном объекте вы все равно, какой уровень дадите. Если он неответственный, то он и тогда, и в сторону экономики тоже не важно. Там вы какой бы ни дали, для проектировщика это не играет никакое значение. Поэтому ошиблись вы там, не ошиблись, об этом никто не знает. Если объект ответственный, то когда вы даете наивысшие или наивысшие какие-то особые уровни воды, то вы уже знаете, какой он будет. Вы уже с поля приехав, вы уже знаете, что вот это русло, вот это пойма, а вот там терраса не затапливает. Вы уже знаете, что вот здесь затапливает и, в общем-то, часто все равно затапливает на полметра или на метр. На большой реке пойму, да? Главное, что не на три метра. Потому что если на три метра, то вы видите, что на три метра, вы видите, что вот то не терраса, вы видите, что то высокая пойма, она тоже затапливается. И отсюда мы приходим к интересному вещу, что часто для проектирования важны не расходы воды, не уровни воды, а ширина затопления. А шириной затопления вы чаще всего не промажете. Вам для оценки ширины затопления нужны уровни. Для оценки уровня нужны расходы. Все остальное, все внутри, это ваша внутренняя кухня. Вы там можете ошибаться, не ошибаться и чего остальное, правильно и неправильно коэффициенты брать. Но в результате вы все равно, если более-менее чего-то считали это нормально, то вы попадаете в тот диапазон вообще реально существующих уровней воды на этом водном объекте. Если вы там вообще ошиблись, значит надо искать ошибку. Значит вы там ошиблись, это хорошо. Вот, это на тему, что мы и завышаем, и занижаем, и вообще мыслим творчески. И теперь, коллеги, хорошая тема. И вот о безопасности.